Рубрика вопрос-ответ программы Shotcut. Мне задали вопрос, как добавить текст поверх всего, что находится у нас на монтажном столе, то есть различных наших клипов, видеоклипов, фотографий, ну все что угодно, чтобы данный текст действовал от самого начала нашего большого видео до самого последнего кадра. Вот как раз давайте-ка в этом видео посмотрим, как это можно сделать. Например, когда необходимо выводить какую-нибудь техническую информацию. Например, это может быть тайм-код или, например, адрес электронной почты или, например, ссылка на ресурс в интернете. А также дополнительно во второй части видео я отвечу на замечания к моим видео по работе с текстом, что я в своих видео не показываю, как я работаю с текстом на отдельной дорожке. Вот как раз вторая часть нашего видео будет про это. А теперь давайте как раз без лишних слов, так как меня тоже попросили меньше слов, давайте приступим к делу. Смотрите, сейчас у меня имеется мой вымышленный безымянный проект, который представлен тремя видеодорожками, на которых у меня размещены клипы с сайта pixabay.com. Я как раз хочу добавить техническую информацию о том, что данные клипы, данные видео именно с этого ресурса. Сейчас у нас здесь отсутствует какой-либо текст. Мы можем, конечно, добавить текст на отдельную дорожку и просто разместить его поверх. В некотором смысле это один из вариантов, и которые я считаю таких, можно сказать, самых удобных и самых правильных, так как это действительно контролируемо. А вот то, что мы сейчас будем делать, является уже неконтролируемым и немножко опасным действием. Дело в том, что нам сейчас с вами необходимо будет работать именно с выводом. И для этого нам необходимо щелкнуть по нашему выводу вот здесь, где у нас находится как раз наша шкала времени, и далее перейти в наши фильтры. Щелкнуть по вкладке «Фильтры». Далее, если вдруг по каким-то причинам вот эта вкладка «Фильтры» у вас не отобразилась, щелкните по кнопке «Фильтры» на панели инструментов. И вот теперь самое важное. Мы щелкаем по плюсику. У нас появляется предупреждение, что мы будем работать с нашим именно выводом. Я соглашаюсь. Нажимаю «Да». И у нас есть теперь доступ к нашим фильтрам. Находим именно фильтр, который носит название «Текст простой». Это видеофильтр. Он у меня добавлен в избранное. Щелкаем по ним. И теперь наш текст добавлен к выводу. То есть он будет действовать сразу на все. Мы теперь можем изменить его положение и ориентацию, если будет необходимо. Чаще всего такие вот, например, тайм-коды размещаются либо внизу, либо наверху. Давайте сделаем это именно внизу. А теперь все внимание на наше видео, на нашем монтажном столе. Посмотрите, я сейчас именно щелкаю по нашей линеечке и перемещаю курсор монтажного стола. Посмотрите, тайм-код находится именно везде. И посмотрите внимательно на вот этот тайм-код, который здесь. 1 минута, 6 секунд, 21 кадр. И здесь мы то же самое видим. Иногда бывает нужно выводить вот такую техническую информацию. Вот такие нужно специальные видео создавать. Вот как раз для этого может нам все это пригодиться. А теперь еще одно важное замечание. У меня в конце вот этого фрагмента, видео, добавлено именно затухание в темноту. И это затухание не действует на наш текст, так как данный текст применен именно к выводу. Ну, в данный момент это тайм-код, эти числа. Давайте просто поменяем этот текст, ну, данный тайм-код. Щелкаем по выводу, вот по нашему этому значку фильтры. Выделяем наш тайм-код. Правая кнопка у нас здесь не работает, и я использую сейчас именно Ctrl-V. Вставка. И вот теперь, смотрите, я вставил заранее приготовленный текст. Также можно было вбить прямо с клавиатуры. И мы теперь можем отобразить данный, например, текст, название ресурса pixabay.com поверх всего нашего видео. А теперь возвращаемся именно к последнему вот этому моменту. А если мне нужно сделать нарастание и затухание у всего нашего вообще видео, и при этом, чтобы это также действовало и на текст. Но чтобы у нас не получилось так, чтобы в конце у нас здесь темнота, и остается, например, наш текст. А я хочу, чтобы текст тоже у нас именно происходило затухание в темноту. Мы можем к нашему выводу добавить затухание. Давайте это сделаем. Переходим в наш вывод. Здесь у нас сейчас текст простой. Щелкаем по плюсику добавления фильтра. И находим видеофильтр, который носит название «Затухание». Главное его найти. Он у меня сейчас есть в избранной. Вот он. Щелкаем по нему. И он у нас начинает действовать. Смотрите. Сначала идет текст простой, а потом затухание. И это затухание воздействует также на наш текст. Так как затухание применено именно к выводу. Просто это учитывайте, когда будете работать. Вот такая есть возможность размещения различной технической текстовой информации поверх всего нашего видео. Это иногда тоже может пригодиться. Ну а в следующей части видео как раз давайте посмотрим, как мы работаем именно с нашим текстом на отдельной дорожке. Дополнительно давайте даже применим наш фильтр текст простой к дорожке. Также посмотрим, как он отработает. И еще, наверное, дополнительно покажу, как разместить логотип, чтобы уж все и сразу. А сейчас давайте еще раз я повторю, как мы работаем именно с нашим текстом. То есть, как именно я с ним работаю. Вы можете работать и по-другому. Так как не забывайте, что иногда многие текст готовят в графических редакторах. Это может быть Inkscape, GIMP или, например, даже LibreOffice. Сохраняя в формате PNG на прозрачном фоне, потом добавляют к видео. Там просто больше возможностей по оформлению, созданию этого текста. Но в программе ShootCut мы можем создавать с вами простой текст. Ну и, соответственно, его добавлять к нашим роликам. Смотрите, щелкаем по кнопке «Открыть другой». Далее находим здесь текст. Вбиваем нужный текст или используем контекстное меню. Здесь именно контекстное меню правой кнопки у нас работает. Правой кнопкой, например, «Вставить заранее подготовленный текст». Пусть это будет наш pixabay.com. Здесь у нас цвет фона. По умолчанию – прозрачность. Можем сразу изменить и задать нужный нам фон. Щелкаем «Ок». После этого в окошке «Исходный» у нас отображается наш текст. Мы можем его здесь настраивать и потом перетащить на монтажный стол. Или перетащить на монтажный стол и начинать настраивать. Также дополнительно можно взять его и перетащить в список воспроизведений, чтобы не потерять. Хватаем левой кнопкой, например, перетаскиваем сюда. Или могли просто сразу взять отсюда, хватаем левой кнопкой и перетаскиваем, например, на монтажный стол. Далее щелкаем, переходим в него, чтобы головка воспроизведения перешла в начало нашего вот этого видеофрагмента клипа. Двойной щелчок, не забывайте. И вот теперь, переходя уже в фильтры вот именно вот этого нашего текста, который мы вот сюда добавили, но если более правильно говорить, то у нас создается специальный, я его называю, объект, так как у любого объекта есть свойства, ну как правило, то есть создается фактически сплошной цвет со значениями альфа-канала, которые равны нулю, то есть это, грубо говоря, прозрачный цвет в кавычках, и вот к нему применяется уже этот текст, вот так работает вот эта кнопка, именно открыть другой текст, просто это учитывайте. Вот мы его создали, далее переходим, выделяем, переходим в фильтр, и уже здесь его настраиваем всеми возможными способами, которые дает нам вот этот данный фильтр. Это один из вариантов. Размещаем его в любом месте, где нам это будет необходимо. Поделяем, можем перемещать за центральный маркер, например, вот сюда. Нужно изменить его по длительности, соответственно, чтобы он длился по всему, например, по времени нашего видео, мы можем просто взять и потянуть за край, и вот так он будет отображаться. Нужно сделать нарастание и затухание, щелкаем по специальным нашим вот этим маркерам. Двойной щелчок, он его выставит на заранее заготовленное расстояние, по умолчанию, или двигаем левой кнопкой. Далее переходим снова в этот текст, в затухание видео, если нам нужна прозрачность, ставим вот здесь галочку, если нет, то там будет темнота. Нужно убрать двойной щелчок, убираем маркер затухания. Это классический вариант размещения текста в программе ShotKat. Работает всегда, контролируемый и очень удобный. Плюс здесь еще можно его разрезать, этот клип, на куски, если нам понадобится. Следующий способ, как он работает. Смотрите, мы удаляем этот текст, делаем не текст, а цвет. Если нам уже нужно заранее создать некий сплошной цвет, по умолчанию он у нас прозрачный. Видите, написано? Прозрачность, на английском языке. Мы можем выбрать и задать тот цвет, который нам будет необходим. По умолчанию все нули, то есть это прозрачный. Давайте создадим прозрачный цвет. Еще раз подчеркиваю, я это называю слово в кавычках, так как это немножко звучит странно. Прозрачный цвет. Ну вот такая вот программа ShotKat и вот такая здесь особенность. Нажимаем именно на ОК. Создаем прозрачный объект сплошного цвета. Нажимаем ОК. Вот он. Просто чернота и пустота. Но здесь существует наш прозрачный цвет. Как бы это ни странно звучало. И перетаскиваем его на монтажный стол. Вот он. Это в некотором смысле такая пустышка. Мы через нее просто видим. Это такая стекло, пленка. И вот теперь на наше стекло мы можем добавить различные фильтры. Выделили. Перешли в фильтры. Нужно поменять цвет. Не забывайте про свойства. Именно вот здесь, когда мы выделяем наши клипы сплошного цвета. Именно в свойствах мы можем поменять цвет. Любой другой. По умолчанию прозрачность. Тоже относится и к тексту, который мы с вами вот здесь только что создавали. Просто от учитывайте. И вот теперь у нашего прозрачного в некотором смысле стекла мы просто берем и прям по нему создаем текст. То есть добавляем фильтр текст. Щелкаем по плюсику. Текст простой или текст RTF или текст rich, богатый. То есть если мы хотим более сложное форматирование. И если нам нужны разноцветные буквы, вот тогда мы идем в текст RTF. Также не забывайте, что мы можем на отдельный наш клип сразу одновременно повесить несколько фильтров, однотипных. И ограничить их рамкой. Сейчас мы это тоже рассмотрим. И выбираем текст простой. Я оставлю этот тайм-код, пусть он будет. И вот мы с вами разместили на нашем прозрачном объекте. Почему я говорю слово именно прозрачный объект? Так как слово прозрачный цвет звучит очень странно. Для меня лично да. То есть это именно сплошной цвет, которому изменили и задали значение альфа канала, которое равно нулю. И мы получили просто прозрачность. Вот такая есть особенность в шоткате. И за эту особенность многие шоткаты и любят. Особенно при работе с текстом. Так как в программе CadenLive мы работаем в специальном редакторе, который носит название титры. Здесь такого редактора нет. Здесь есть только фильтры. Это наш инструментарий. Далее мы можем его размещать где угодно абсолютно. Точно так же. Вариант в вариант. Можно действовать по-разному. Нужно изменить цвет. Выделяем. Переходим в свойства. Коловка воспроизведения поставлю вот сюда. И вот здесь меняем цвет. Нужно сделать цвет какой-нибудь... Ну, например, давайте возьмем какой-нибудь голубовато-синеватый. И вот посмотрите. Сейчас, если я соглашусь, мы получим сплошной цвет. То есть мы взяли, как бы закрасили обратную сторону нашего стекла краской, а на другой стороне у нас отображается текст. Вот то же самое. Теперь мы можем сделать следующее. Если нам нужно цвет изменить значение альфа-канала, сделать такую полупрозрачность, то мы идем в наш цвет. Вот код 255. Это полная непрозрачность. Мы можем просто взять и поменять это значение, например, где-нибудь... Ну, не знаю, я люблю около 100 делать. И нажимаем ОК. И посмотрите, что мы получили. Мы взяли и изменили значение альфа-канала нашей подложки, нашего фактически этого текста. Вот такие, например, часто... Такой текст иногда создается для создания определенной атмосферы. То есть мы создаем подложку. И как раз управляя значением альфа-канала, мы можем изменить эту прозрачность. Вариант, вариант. Теперь давайте посмотрим на еще один тоже способ. Это когда мы просто добавляем наш именно текст нашим клипам. Возьмем нашу сову. Я сейчас здесь нарастание и затухание уберу, чтобы они нас не отвлекали. И мы просто на наш клип, либо на порезанный участок клипа, мы разрезали клип, и на этот отдельный кусочек, на отдельный этот участок клипа вешаем какой-то фильтр. Мы сейчас повесим фильтр сразу на сову. Идем в фильтр, плюсик, и находим здесь фильтр под названием наш текст простой. И вот смотрите, данный фильтр применен к клипу, и он действует поверх этого клипа. То есть вот на продолжительность только этого клипа. Дальше он действовать не будет. Если вот эта рамочка мешает, при отображении не звать, и можно снять выделение с нашего фильтра, щелкнуть вот по этой кнопке. Это иногда бывает необходимо. Или выделите, например, дорожку, вот сюда щелкните, и тогда вот это исчезнет. Отображение специальной рамки, которая позволяет нам редактировать и изменять положение данного текста. Вот смотрите дальше. Вот мы добавили наш текст, фильтр к нашему клипу. Он действует на продолжительность всего клипа, где находится наша сова. А мне нужно только в начале, или только в конце, или в середине. Я иду в ключевые кадры. Вот именно этого клипа. Он выделен, щелкаем. У нас есть рамочка действия фильтров. И ограничиваем действия. Например, мне нужно только начало. И теперь, если мы перейдем снова на шкалу времени, мы увидим, что данный, вот этот наш тайм-код, будет действовать только на начало данного клипа. То есть там, где я ограничил действие этого фильтра. Это вариант, вариант. Нужно еще повесить текст простой. Вешаем еще один текст простой. Мы можем повесить три различных однотипных фильтра, как бы как блоками их с ними работать. Но здесь тоже нужна аккуратность, так как наша вот эта стопка фильтров, вот этот стек фильтров, он тоже ведет себя особенным образом. Здесь еще важную роль играет, какой фильтр находится выше или ниже. Не зря здесь существуют кнопки именно поднять фильтр и опустить фильтр. Это часто бывает необходимо, нужно при работе. Просто это учитывайте. Вот эти два классических варианта, когда мы размещаем текст на отдельной дорожке. Второй вариант, когда мы применяем фильтр сразу к клипу, наш текст, и дальше с ним работаем. Вариант, вариант. Но теперь давайте удалим с нашей совы этот фильтр и сделаем еще один способ радикальный. Как раз в этом вопросе вы применяете фильтр к дорожке, и он у вас не работает. Текст. Фильтр текст применяем к дорожке, к выделенной дорожке. Конечно, он работать не будет, если на дорожке ничего нет. Применяем текст простой к самой верхней дорожке. Выделяем дорожку. Она у нас подсвечивается вот так. Это V3. Вот она. Щелкаем по плюсику и добавляем текст простой. И у нас ничего нет. Правильно. На дорожке ничего нет. И мы ничего не видим. Но если мы сейчас делаем одну очень простую вещь. Возьмем нашу сову и просто поднимем наверх. И сразу на нашей сове отразится текст. Ну, данный момент тайм-кода. Так как мы применили фильтр именно к дорожке. Если мы, например, сюда перейдем, здесь ничего нет. Но если я сейчас возьму птичку Робин и подниму наверх, конечно, вот здесь надо подвигать обязательно курсор, чтобы обновился экран проекта. Мы отобразим наш тайм-код. Здесь его не будет, а здесь будет. Так как он отображается только на чем-то. Нужно какое-то именно содержимое. Клип. Это может быть как видео, так, например, или фотография, или изображение. Тоже вариант. Вариант. А теперь давайте как раз в конце этого еще видео мы посмотрим, как добавляется логотип. А сейчас давайте как раз посмотрим на классический метод, который работает во всех программах в видеоредакторах, как мы можем добавлять логотипы. Хотя в программе Shotcut мы можем сделать иной немножко подход, то есть разновидность этого способа. Показывать я не буду, потому что эта разновидность может показаться многим более сложной, чем, например, классический метод. А я за простоту. Смотрите. У меня сейчас в списке воспроизведения добавлен именно изображение в формате PNG Pixabay. Двойной щелчок мы подсвечиваем и отображаем в нашем плеере исходный. Перейдем в свойства вот этого нашего фрагмента. Не забывайте, здесь можно управлять длительностью. У меня по умолчанию стоит 4 секунды. Можно выставить любую длительность, который нам будет необходимо, когда мы добавляем изображение на монтажный стол. Просто это учитывайте. Это как раз вот вторая разновидность добавления различных логотипов. Вот через эту длительность. Когда мы опираемся на длительность всего нашего видео на нашем таймлайне. Не забывайте, чтобы передвигать курсор монтажного стола в начало и в конец нашего таймлайна, необходимо использовать кнопки на клавиатуре Home в начале и End в конец. Но мы сейчас это делать не будем и возьмем просто перетащим на монтажный стол. Разместили наше изображение в самое, например, начало, перешли в него, чтобы видеть. Выделяем, подсвечиваем красной рамочкой и переходим в фильтры и добавляем наш классический фильтр размер, позиция и поворот. Все, добавили. Настраиваем, можем покрутить колесик и сдвигаем за центральный маркер. Теперь просто тянем за край и определяем то положение, которое нам будет необходимо по длительности нашего, например, всего видео. И вот эта отдельная, например, дорожка, часто такие дорожки просто переименовывают и пишут лого, логотип, чтобы, не дай бог, не перепутать. И тем самым у нас размещается поверх логотип. Это вот как раз классический вариант. Его можно, конечно, немножко по-другому выполнить, как раз используя длительность. Когда мы можем заранее выставить длительность нашего видео и просто щелкнуть вот по этой кнопке добавить к текущей дорожке. Но это тоже один из вариантов, который я решил не показывать, так как я думаю он будет немножко даже более сложным и каким-то запутанным. А на сегодня все. Придумайте какие-то другие способы, может быть, которые скрыты в программе Shotcut, но я их не вижу. А на сегодня все. Субтитры создавал DimaTorzok